Всем привет! Сегодня я решила снять такое вот необычное для моего канала видео, это топ 5. Я очень люблю топы, я везде их выискиваю, пытаюсь свое мнение сравнить с мнением человека, который этот топ составлял, согласна я с ним или нет. Выписываю себе какие-то очень интересные топы. И всегда очень хотелось мне на своем канале тоже делать такие видео, но их делать очень тяжело, потому что не хочется, чтобы постоянно книги повторялись. Понятное дело, хочется показывать их только один раз в одном топе, и далеко не под каждый топ в количестве, в багаже этого его прочитанного найдется достаточное количество книг, которые вот хорошо туда подходят. В общем, это да, довольно тяжелое дело. Но я решила сделать необычные топы такие вот, придумывать какие-то довольно интересные темы. И сегодня я решила снять для вас топ очаровательных злодеев, обаятельных, отрицательных персонажей, которых ты в принципе должен ненавидеть, но либо с помощью автора, либо вот просто получается, что ты их очень сильно любишь. И они тебя к себе притягивают. Конечно же, напишите своих злодеев обаятельных. Мне очень интересно, я очень люблю таких персонажей. Вот, и с удовольствием почитаю о них. На пятое место я поставила Реда Баттлера из книги Маргарет Митчелл «Унесенная ветром». Ред Баттлер в принципе не отрицательный персонаж, поэтому он всего лишь занимает пятое место. Маргарет Митчелл наоборот, как раз всеми силами делает так, чтобы читатель полюбил Реда Баттлера, поэтому считать его отрицательным персонажем в этой книге нельзя. Но он отрицательный персонаж в сюжете для того общества, в котором он живет. То есть можно просто сказать, что Ред Баттлер виноват в том, что он родился не в то время, не в том месте. Потому что навязанное обществом поведение, навязанное обществом мораль Реда Баттлера не устраивало. И он шел против нее. И это единственное, в чем он в принципе виноват. То общество его не принимало, потому что, во-первых, он отказался воевать. И это было для людей равносильно просто какому-то сумасшествию, равносильно злодейству, что ты не хочешь воевать за свою родину. Во-вторых, Ред Баттлер был контрабандистом. И причем он был контрабандистом не ради конфедерации, а он напрямую говорил, что я это делаю ради денег. Мне вообще все равно на вашу конфедерацию, она проиграет, а я просто хочу на этом заработать. И в-третьих, он еще считался совершенно не джентльменом по отношению к женщинам, совершенно неблагородным мужчиной. Из-за чего, в принципе, вся к нему антипатия и началась. Так что да, Ред Баттлер не хотел мириться с тем навязанным обществом поведением и шел в разрез ему. За что его все и сторонились, и ненавидели, и боялись. Так что да, пятое место. Но всего лишь пятое, потому что я не считаю его отрицательным персонажем в полной мере. На четвертом месте у меня Хоул из ходячего замка Дианы Уин Джонс. Хоул – это злой волшебник. По сюжету действие происходит в какой-то выдуманной стране, выдуманном, может быть, мире, в котором есть место волшебству. И в том городке, в котором все происходит, все время маячит какой-то ходячий замок. Замок на ножках, который передвигается. Он то ближе к этому городку, то дальше от него. И всем молодым девушкам строго-настрого запрещали к нему приближаться, потому что поговаривали, что в нем живет злой волшебник, злой колдун, который этих девушек крадет, и что он там только с ними не вытворяет. Но нашей главной героине приходится в этот замок идти, приходится обратиться к этому злому колдуну. И оказывается, что он совершенно не злой колдун, что он очень обаятельный человек, обаятельный молодой мужчина, очень остроумный, он очень смешно шутит, он очень веселый, он очень благородный, он умеет сострадать, помогать тем, кому повезло меньше, помогать обиженным, каким-то тем, кто слабее его. И я уже, честно говоря, не помню, чем там все закончилось. Читала эту книгу довольно давно. Но был ли он злодеем или это только сплетни такие были, честно говоря, не помню. Надо будет перечитать. Но мне кажется, что он все-таки не был злодеем. Ну, в общем, да, все этого Хоула боялись, какие только ему не приписывали поступки ужасные, один ужаснее другого. Но на самом деле это замечательный персонаж. Вот я не знаю, если вы не влюбились в него во время чтения, то я не знаю, какой тогда должен быть персонаж, чтобы вы в него влюбились. Так что Хоула, четвертое место. На третье место я поставила нашего великого комбинатора, Остапа Бендера, из «12 стульев» Ильфа и Петрова. Остап Бендер является отрицательным персонажем в полной мере этого слова, потому что даже, наверное, неправильно, я называю отрицательным персонажем. Практически все, кто в этой книге, как раз-то они не отрицательные персонажи, они отрицательные герои в сюжете. Наверное, будет правильнее говорить так. Он является отрицательным героем, отрицательным человеком в сюжете, потому что он вор, он пройдоха, он ловкий, он плут, он умеет обхитрить любого, даже самого себя, а он, если сильно захочет, он обхитрит. Он, я думаю, вы уже все знаете, бросается на поиски вместе со своим напарником, от которого он об этом все узнал на поиски, 12 стульев. В одном из них вполне возможно находятся сокровища, находятся клад, находятся богатства, какие-то драгоценности. И он настолько ловко все это проделывает, он настолько любит жизнь, он настолько веселый, он так как-то балагурит, смешно. И так смешно все это делает, что просто, ну, я не знаю, наверное, ни одного человека нету в мире, который не полюбил Остапа Бендера. И как он ловко обводит всех вокруг пальца, даже своего же напарника. Он так как-то... Причем это все по-доброму, это не делается как-то, как будто он там зла всем желает. Ну вот он такой вот, он так себя ведет. И да, действительно, невозможно не влюбиться в этого пройдоху злодея. Так что Остапа Бендера, третье место. На второе место я ставлю персонажа, который вполне себе заслуживал и первого места. Но на первое место я нашла книгу просто идеальную, поэтому, ну, приходится отвести всего лишь второе, хотя, думаю, этот персонаж бы обиделся на меня, что я отвела ему всего лишь второе место в таком списке. Но это Воланд из «Мастера и Маргариты» Булгакова. И его свита, конечно же. Куда же он без свиты? Это злодей. Это отрицательный персонаж в полном смысле этого слова, потому что это сатана. Кто может быть хуже сатаны, злее сатаны, я не знаю. Так что это самый злодей из всех злодеев. Но это еще и мой любимый персонаж в книге, потому что настолько он мудрый, настолько он обаятельный, опять-таки. Он великодушный, он проявляет немалое великодушие в книге. Мне очень понравилось, как Булгаков выписал этого персонажа, как он над ним поработал. Ты сидишь, читаешь, и ты думаешь, мне нравится сатана. Кошмар какой. Мастера и Маргариту я терпеть не могла. Признаюсь вам честно, я читала главы о них, скрипя зубами. Меня они ужасно раздражали, особенно Маргарита, я ее просто терпеть не могу. Но когда на сцене появлялся Воланд, и бегемот, конечно же, куда же без кота-бегемота, у меня на сердце теплело, у меня сразу же поднималось настроение, потому что Воланд очень-очень-очень обаятельный персонаж. Так что Воланду второе место, не обижайся, Воланд, потому что первое место я отвожу книге, которая идеально вписывается в этот топ. Она просто идеально туда подходит. Когда я просматривала прочитанное и смотрела, подходит, наберется ли у меня достаточно героев для этого топа, достаточно книг, когда я увидела эту книгу, я поняла, что все, я обязана этот топ сделать, даже если у меня будет всего лишь два таких персонажа, я все равно сделаю топ-2, потому что эта книга просто идеально подходит. Во-первых. Во-вторых, это одна из моих самых любимых книг, и она... Я давно хотела о ней рассказать, но не было повода, не знала, как с чего начать. Еще в третих, да? Я читала ее 3 года назад, и уже у меня очень много всего выветрилось из памяти, чтобы вам о ней рассказывать, надо перечитать. Потом, наверное, все-таки сделаю вам отдельную рецензию, потому что книга этого действительно заслуживает. Это Трумэн Капоте «Хладнокровное убийство». Я эту книгу нашла совершенно случайно. Я в то время очень зачитывалась детективами, а эта книга позиционировалась как детектив. Не знаю, кто ее обозвал детективом, но это не детектив. И я села читать эту книгу в полной уверенности, что вот сейчас я расслаблюсь, расслаблю мозг, будет у нас убийца, будет у нас жертва, надо будет искать убийцу и так далее. Ну, еще и фамилия, конечно же, знаменитая на обложке, никак было не взять. Но то, что я получила, меня просто сразило на повал. Трумэн Капоте исследует психологию убийцы с помощью действительно существовавшего дела, действительно существовавшего убийства, можно даже сказать резни. И не то, что он сам расследует это дело, он поднимает все документы, он даже общался с убийцами, потому что Трумэн Капоте хочет доказать, что убийца это не обязательно вот человек, который проснулся утром и сказал, я хочу убить, и все, и мне все равно, я пойду убивать. Что убийца это тоже человек, у которого что-то произошло в жизни, что-то его на это толкнуло. И не от хорошей жизни убивают людей, совершают какие-то преступления. Сейчас рассказываю, у меня мурашки по коже. И вот он выбирает дело, когда вырезали целую семью. Вырезали мать, отца, детей, маленьких. Всех убили. И причем из-за того, что это было банальное ограбление. Что-то пошло не так, и вот грабителям, можно сказать, пришлось всех убить. Их потом нашли. И вот Трумэн Капоте исследует это дело, исследует личность, биографию этих двух людей. Что же их толкнуло на такое жестокое убийство, когда ты маленьких детей в их кроватке убиваешь. Что же толкает людей на это? И книга эта заслуживает первое место, потому что я сочувствовала убийце. Действительно существовавшему убийце, невыдуманному, ни какому-то плоду фантазии автора. И вот он захотел, чтобы я этому человеку посочувствовала и наделил его какими-то качествами, какой-то нелегкой судьбой. Вот я ему сочувствую. Это действительно существовавший человек, который действительно убил детей. В общем, да, книга одна из моих самых любимых. Я у кого-то недавно слышала, по-моему, уже. По-моему, у Жем. Что Жем хочет прочитать эту книгу, но ей не нравится Трумэн Капоте, поэтому она вот решила ее не читать. Почитай. По-моему, это было Жем. Почитай. Мне завтрак у Тиффани тоже, не то чтобы не понравился, но вот когда я его прочитала на первом курсе, он мне понравился. Сейчас, мне кажется, мне уже не понравится завтрак у Тиффани, но то, что пишет здесь Трумэн Капоте, это надо читать обязательно. Вот такой вот у меня был топ. Я надеюсь, он вам понравился. Ставьте лайки, если вам понравился топ и вы хотите, чтобы я продолжала эту рубрику, ну или напишите мне в комментариях. Спасибо за просмотр и пока!